Сегодня мы будем разбирать с вами, сколько успеем, конечно же, очень важную главу, которая называется Вайра. Это наша недельная глава. Это наша недельная глава. Но до этих пор давайте обсудим с вами наступающий Новый год. Что? Наступающий Новый год. Деревьев. Деревьев. Я понимаю вашу реакцию, да. Наступающий Новый год деревьев. На самом деле, любителям зеленых насаждений стоило бы рассказать, конечно, что Новый год деревьев, он-то немножко попозже, чем 31 декабря. Почему это важно сделать? Во-первых, мы приближаемся к месяцу Шват. Сейчас месяц Тевет, он заканчивается. Боуха Шем. Мы его, сколько могли, с вами наполняли Торой, наполняли добрыми делами, потому что известно, что в месяце Тевет нет ни одного радостного дня. У нас даже пост 10-го Тевета была переведена Тором. Более того, праведники держали пост 8-го, 9-го и 10-го. В наше время только 10-го. И, наверное, я подозреваю, что каждый из нас чувствовал, что это время как будто оно наполнено иллюзорной пустотой. То есть, вроде бы, совсем недавно еще прошли осенние праздники. Роша Шана, Йомки Пурсукот, Ханука недавно была. Несколько дней первых Тевет, это еще Ханука. И вот, наступая Тевет, как таковой, его наполнение зависит только от нас самих с вами. Вот это интересная специфика, что, несмотря на то, что этот месяц, он лишен какого-либо праздника, он лишен какого-либо радостного события, но от нас с вами зависит, насколько мы его наполним светом, насколько мы его наполним Торой. И вот мы сейчас приближаемся к Шаббат Мевархим, то, что называется. Шаббат, в котором мы благословляем наступающий месяц Шват. И в месяце Шват у нас есть праздник, который называется Туби-Шват. Новый год деревьев. Сколько у евреев новых годов? Четыре. Четыре новых года, да? Мы их помним все. Новый год деревьев, царей, деревьев, скота, людей. Нуа. Давайте последовательно попробуем. Давайте начнем с Роша-Шана. Может, и первая. Роша-Шана, да. Да. В Чешре у нас дальше что у нас следует? Туби-Шват. Туби-Шват, дальше? Поехали. Дальше год царей, по-моему. Да. Новый год царей, какого Несана? Не помню. Первого. Уринь. И Масэр, скота, первого Элуля. Интересно, что если мы с вами просто посмотрим на даты, то только Новый год деревьев, то что называется, или Туби-Шват, находится когда? В середине. Все остальные, так называемые, Новые года у нас находятся в начале месяца. Это находится в середине. И, конечно же, мы с вами знаем, что по Бейт-Шамаю он должен был бы идти, по школе Бейт-Шамаю он должен был бы идти первого Швата, а по Бейт-Гилеле он идет пятнадцатого Швата. Несколько слов буквально скажем о этом месяце. Давайте так скажем. Об этом месяце, да, и немного о самом Туби-Швате. Как хорошее вступление, можно сказать, аллахическое. Прежде всего, какие аллахот мы знаем от Туби-Швата? Именно как аллаха. Ну, немного. Ну, это не аллаха. Это хороший массорот. Нет, не аллаха. Счет годов, да, нахон, отлично. Счет годов, от которого мы должны... Да, от которого мы должны отчислять, то, что называется, отделять, то, что называется, массер плодов, да, массер решон, массер шени, отсчет огла. И... А что еще? Ну, ну, практически. Ну, кто из нас с вами массер отделяет вот сейчас? Ну, кстати, можно отделить. То есть, идете, допустим... Через какой год можно есть плоды деревьев? Как? Ну, через какой год можно есть плоды деревьев? Три года. Первый год нельзя, второй. Поэтому это важно знать начало. Ну, аллах, да, все правильно. А аллахим все. Да, аллахим все. Да, аллахим все. И, кстати, мы будем об этом говорить. Без раташем, если дойдем, опять же, мы с вами глубоко стараемся смотреть. Может, я что бы про себя сказал? Что они аллацфатаем, да? То есть, я, как это на русский сказать, что на моих устах есть некая алла. То есть, есть некий ущерб. Правильно ведь? Поэтому мы видим, что то, что... Сущностно, то, что является первинкой. То, что является первым, можно сказать, появившимся, да, в первые три года. То есть, первинки урожая, вот этот принцип, да, мы оставляем как бы Всевышнему. То есть, мы оставляем на дереве, мы это не едим. Мы и здесь тоже признаем Творца. Но все-таки, какая практическая аллаха связана с Тубишватом? Мы не говорим Таханун. На четвертый год не считаем. Таханун. Весь есть? Да. Не-не-не-не. В Тубишват. Мы не говорим Таханун. То есть, это практическая аллаха, которую мы с вами без раташем и делаем каждый Тубишват. Вот, все. Вот если открыть Шульхана Рух, посмотреть, все. Но если покопаться, и вот вчера Рав Мордехай Вейтс нам напомнил о очень интересном обычае, которое сейчас, я думаю, практически неприменим. Сужжать деревья. Практически неприменим. Все правильно вы говорите. Я сейчас хочу поговорить об обычае, который приводит Рамо. Шульхана Рухи. Приводится обычае, что в месяце Шват, сейчас мы не говорим про Тубишват, а говорим про месяц Шват, Шульхаты не резали гусей, а резали только, если им доставалось сердце или печень, им самим, Шульхатам. Как вам такой поворот? Вообще непонятно, правда? Что такое? Месяц Шват, Шойхат, какие-то гуси, сердце, печень, казалось бы. Разбирали наши мудрецы вопрос, почему. Есть какие-то соображения, почему такое? В месяце Шват именно. Именно Шват. И пишется, что в этом месяце Шадим, то есть духовные существа, которые наносят вред, скажем так, они выпускаются для того, чтобы убить тех, которые убивают просто так. Поэтому Шойхат может умереть. Неплохо, да? Поэтому он брал себе сердце или печень этого гуся. Если не буквально понимать этот обычай, то на что намекает нам его суть? Что выпускаются Шадим, которые убивают того, кто убивает просто так. На что это нам намекает? Это нам намекает, что в месяце Шват происходит зачатие. То есть на уровне деревья происходит что? Зависть. Правильно? То есть в месяце Шват происходит зарождение нового плода. То есть сущность у нас духовной точки зрения в месяце Шват начинается в каком-то смысле, начинается что? Геула. Правильно? Вот смотрите, мы сейчас после Хануки. В месяце ТВ это полная темень, ни одного радостного дня, ничего не ясно, ничего не понятно, стараемся, учимся и так далее. И вот происходит месяц Шват, и середина месяца Шват, это у нас Тубишват, это день, который символизирует исполнение цели создания дерева. Дерево, понимаете? То есть дерево для чего создано? Оно не создано для дров. Дерево создано, чтобы дать плоды человеку. В этом суть дерева. И именно поэтому, если мы посмотрим еще более глубже, то человек, он зачастую сравнивается с деревом. Да, например, Эц-Хаим, еще у нас что есть? У нас есть Эц-Шатуль, да? В Саламах Давидов, Те-Илим, сравнивается человек, который не ходит... И это Халом, да? На Халом? Шатулын дефон и дефон. Что? Шатулын дефон и дефон. Шатулын став. Сравнивается с тем... Вы знаете, надо проверить. Вот начал сомневаться. Да, но я сейчас проверю. Сравнивается с чем? Эдшатуль — это то дерево, которое не устоит и которое не рухнет никогда под тяжестью бремени, потому что человек этот будет идти по дорогам Торы. Понимаете? Мы сейчас, кстати, об этом будем говорить. Вот этот первый теелим, а в принципе первые четыре теелим являются абсолютно важными, чтобы каждый человек их читал каждый день. Конечно, хорошо и другие читать, но вот эти первые четыре являются некой основой. Глубокая тема почему. Но мы с вами сейчас, когда перейдем уже к обзору, или даже можно назвать наш урок, знаете, как работа над результатом. Потому что если мы с вами говорим о том, что Тубишват — это день, который... Вообще Шват — это месяц, который символизирует появление первых плодов, отделение старого от нового и зарождение нового на уровне Эдс. Мы знаем с вами, что Браха Эдс — это, относительно некоторых видов плодов, это очень высокая Браха, после которой нужно благословление Мэйншалош, то, что называется. И вообще, с точки зрения иерархической, то, что плоды, которые произрастают на дереве, они выше, чем плоды, произрастающие в земле. Поэтому Маасер овощей надо было отделять когда? В Роше Шана. А Маасер... Некоторые говорят в Луле, это не важно. А Маасер плодов... Вернее, отсчитывать, да? Маасер от плодов старого года или нового года нужно было в Швате. То есть, обратите внимание, какой здесь интересный нюанс есть, который тоже связан с духовным наполнением, с сущностным наполнением месяцев. Точно так же мы можем с вами заметить у людей, люди, которые были рождены в зимние месяцы, характер их отличается от людей, которые были рождены в осенние месяцы или в летние месяцы. И тоже очень большая интересная тема. Кто хочет, может, есть достаточно хороших материалов в книгах, в интернете и так далее. Итак, вот такой вот был интересный обычай. Почему гусь? Тоже есть разные мнения, разные объяснения. Мы с вами чисто на нашем примитивном... Давайте так скажем, я про себя скажу примитивно, я не знаю, у кого какой уровень. На нашем среднем уровне мы можем сказать, что у гуся есть одна выраженная часть. Какая? Шея. А шея — это символ? Храва. Гава. Вытянутая шея, ну вообще шея — это символ гордыни. Опять же, это предположение, в этом интересно, может быть, об этом рассуждать интересно. Оно не имеет сущностного сейчас значения, потому что, в принципе, я думаю, что в большинстве своим... В большинстве своем сейчас, в наше историческое время, наверное, все-таки шохит и гусей мало режут. Больше режут что-то наиболее распространенное, потому что у гусей самих мало, их тяжело выращивать, их тяжело готовить и все остальное. Это уже заметки на полях. Тоф, и после месяца Шват у нас идет Адар. Уже в Туби-Шват у нас начинает раскрываться в каком-то смысле. У нас начинает уже раскрываться Адар, он уже приближается. Почему? Потому что Туби-Шват — это середина месяца. И после этого месяц убывает, и в каком-то смысле начинает зарождаться проекция следующего месяца. Ну и месяц Адар. В этом году у нас два Адара. Баум Ха-Шем. Будет двойная симха, радость. Да, месяц Адар считается наиблагоприятнейшим для евреев. Знаете историю Мигелы и все такое. Сейчас пока мы подходим к Швату. И наша задача с вами выбраться из темноты, из мрака, можно сказать, в каком-то смысле. Месяца Тевет, перейти в Шват, для того, чтобы потом удостоиться Геулы. Когда? В Песах. Правильно ведь? Все же вокруг Песаха у нас крутится. Поэтому Без Раташем, Бесята Дещмая, откроем глава Ваира. Опять же, глава очень важная, сущностно важная для понимания многих вещей. Прежде всего, давайте обратим внимание на название этой главы. Какое слово нам напоминает Ваира? А если мы уберем последний Алиф, у нас и поменяем местами Алиф и Ва, второй с первым. Что у нас будет правильно? Ор. Свет. То есть, Ваира – это раскрытие чего? Раскрытие света. После чего происходит раскрытие. Давайте посмотрим, что за раскрытие. Чтобы было понятно, сначала упомянутое имя Элоким, затем упомянутое имя, которое мы не имеем права произносить. Это Ют Кей Вав Кей. Это имя произносили только во внутренней части храма. Известно нам об этом. Сейчас уже более двух тысяч лет мы не можем его произносить. Мы его заменяем, соответственно, определенным эквивалентом, который нам заповедовали мудрецы, как произносить это. Но это имя сущностно-центральное, которое имеет значение для абсолютно всех процессов в мире без исключений. Оно пронизывает все мироздание, и Всевышний открывается именно под этим именем Моше в этой точке. Что это за точка такая интересная? Если мы вспомним, чем закончилась предыдущая глава, то мы с вами увидим, что Моше идет к Паро, к фараону. Фараон ему не верит. Моше как будто возвращается ни с чем. И Всевышний говорит, что смотри, ты увидишь, что я сделаю Паро, что я рукою сильной. И здесь интересное слово есть. Что я буквально не просто отделю, выведу из земли, а как будто гаруш. Абсолютно разведу эти два понятия. То есть сущностное понятие народ Исраиля и сущностное понятие Мицраем. Я их отделю. Это то, что будет происходить при выходе из Египта. Мы еще до этого не дошли, но это важно нам понять. В нашей недельной главе указывается, что после того, как Моше, мы знаем это за Медраше, он был опечален в какой-то степени, что не слушают его Паро. Более того, не слушают его евреи сами. Потому что его ситуация была, если бы мы сейчас сказали нашим языком, политически нестабильной. Он вроде бы уполномочен самим Акадош Бауфу, чтобы вывести евреев из Египта. Вроде бы некая часть евреев ему верит, сомневаясь. Но большая часть, она не понимает, что он хочет. Евреи говорят, все то, что нас еще больше угнетает, что нам еще больше дает работать, это именно из-за твоей, так сказать, самодеятельности, из-за твоих вот этих вот слов, из-за того, что ты ходишь и непонятно, что рассказываешь и так далее. Представьте себе, что в какой ситуации был Моше. Буквально один против всех. В каком-то смысле один против всех. Правильно, но здесь же не в том смысл, что здесь, может быть, в каком-то смысле, конечно, выбралось, но здесь же речь идет о том, что Моше получает от Всевышнего задания. «Выведи еврея физикида, пойди к Паро, поговори, и я тебя вытащу рукой, проседурую и так далее, мышцы проседурую». Этого не происходит. И евреи ему не верят. И вот в этой точке Всевышний… Да, но там были же мадрецы, которые должны были в Париже. Да, мы говорим, вот Бадарах Клаль, если мы посмотрим в этой точке всю ситуацию, большинство не понимает, чем занимается Моше, понимаете? А говорят, ты источник наших бед, евреи говорят, потому что ты идешь в Паро, а Паро еще более ужесточает свое сердце, еще больше нам закручат гайки, то, что называется. Из-за тебя все проблемы? Сейчас мы посмотрим, почему они так говорили. Они не религиозные, Моше – это представитель религиозного общества. И так же сейчас, да? Нет, Моше – это сам Моше, что я уже сточу сердце фараона, и он не выпустит, и в то же время его посылает. И Моше было такое? Вот, мы о чем с вами говорим. Нам важно с вами прочувствовать, что происходит в этой главе. В самом начале Всевышний раскрывает себя под очень сильным именем, под которым он не раскрывался ни Аврааму, ни Ицхаку, ни Якову. Почему именно в этой точке нужно было раскрыться? Ведь как логично было бы? Моше, пожалуйста, слуга мой, выведи еврейский народ, пойди к Паро, все должно... Моше, хорошо сказали, увидел. Так сказать, был диалог. Пошел – не получилось. Пришел к еврею, они говорят, что что делаешь? В результате твоих, так сказать, политических переговоров нам уже вообще здесь просто жить не дают. Так оно происходило. Вот это нужно понять, что как будто нам кажется, что отсутствует логика, что Всевышний сказал, а Паро все равно он укрепил сердце. И как будто можно сказать, что Всевышний Хасвахалил, как будто он ошибся, как будто он что-то не просчитал, не досчитал, или Моше, может быть, в чем-то ошибся. В общем, непонятно, как будто некий туман. И вот Всевышний здесь, он открывает свое сильное имя, которое Моше, Моше все объясняет. Давайте посмотрим, что объясняет это имя именно с точки зрения выхода из тьмы в свет. Да, из тьмы в свет. Прежде всего, так как мы видим, что буквально Вайра и Ор здесь одно и то же слово, быстро разберем, насколько можно слово Ор, цвет. У нас с вами есть три буквы. У нас есть буква Алиф, у нас есть буква Ва и буква Рыщ. А слово ЕОр, НИЛ тоже? Кто-кто? Какое слово? Слово ЕОр. ЕОр. НИЛ. 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 Да что же ты кричишь? Сейчас, одна новичка. НИЛ. То же самое Лопа? У нас тебе уже объяснили, надо послушать раму. Что же здесь, как вы теперь не прерываете? О. Сейчас с вами, да, действительно, сделаем, разберем свет, а потом давайте три блока сделаем. Это очень важные три блока. Буква Алиф символизирует что? Эхад. А как феномен, как ее критическую суть, Алиф, это что? Это единство и целостность, правда ведь? Единство и целостность. Единство и целостность. Обратите внимание, что свет Всевышний так заложил, чтобы духовный свет, мы сейчас говорим о духовном свете, проникал в мироздание таким образом, чтобы способствовал к чему восстановлению разбитых сосудов, давайте так скажем. То есть восстановлению того, что разбито. Это мы сейчас сказали очень громко с вами, но на более примитивном, опять слово, что-то это прицепилось, на более простом языке мы можем сказать для восстановления поломанного или еще текуно-лам. Слово, буква Алиф символизирует главную, первичную составляющую света, это привнести в мир целостность. В чем суть целостности? То есть как мы ощущаем целостность в отношении Всевышнего, в отношении мира ощущения? Присутствие Творца в малом и великом. Тот, кто читает, читает кто-то ваит-эль-лиха после шаббата? Да. Да. Вот там есть, какая фраза у нас есть? Что Всевышний, если ты посмотришь, где Всевышний там, я не помню уже точно дословно, то, да, в чем оно, нахон, оно, да, оно и в малом и великом, ты увидишь. То есть целостность, она заключается в том, что ты не делаешь различия в том, что где-то Всевышний есть, а где-то Кивьяхольхас, Вахалила его нет. Потому что, если вы заметите, с чего начинаются и греческие все вот эти вот изощренные концепции, и оскала, с чего начиналось, и все остальное, оно началось с того, что якобы влияние Всевышнего, оно уменьшается, раздробляется, что Всевышнему какие-то вещи важные, а какие-то не важные. Это просто, знаете, это просто вот удар в самую суть нашего мировоззрения. Суть нашего мировоззрения, что Всевышний, он везде. И это концепция наиболее, самое важное, единство Творца. Все казни, которые мы наблюдаем в Египте, в конечном счете, они преследовали цель для того, чтобы сами евреи укрепились в мировоззрении, в мироощущении того, что Всевышний един, и нет никого, кроме него, знаменитая фраза «Эйн од мильвадо». И посмотрите, мы только немножко начали говорить про букву Алиф. То есть буква Алиф, как целостность, как умение увидеть Всевышнего и в малом и великом, является абсолютно интегральной частью нашей веры, знания и понимания Творца в мире. Это очень важно понимать. Еще важно понимать, что человек при удалении в материальную плоскость, он теряет это ощущение. То есть ощущение единства и целостности Творца, оно ослабевает, когда человек обрастает материальными излишествами. Мы говорим именно про излишества. Почему? Потому что очень, скажем так, цадик, он может быть абсолютно богатым человеком, с большим материальным достатком, это совершенно не будет мешать ему. Здесь вопрос в чем? В... Что находится в центре, понимаете? То есть суть единства Всевышнего, суть понимания и целостности того, что внутри человека есть ощущение того, у праведного человека это ощущение базируется на том, что это богатство дано ему временно для тикунулам. В противоположность человеку, у которого нет такого ощущения, он будет считать, что богатство дано только ему для того, чтобы он здесь, в этом мире, максимально его, ну и дальше уже по списку, то, что человек хочет с ним сделать, либо потратить, либо приумножить, и в конечном счете такой недальновидный человек, он уходит из жизни, не взяв из своего богатства ноль. Вообще ничего, просто не взяв ничего. Из-за этого возникает иллюзия, самая большая иллюзия, которая возникает, это чисто митсраимская иллюзия, египетская иллюзия. Это поклонение околодуховным понятиям, поклонение околодуховным силам. Там, конечно же, это была магия, околодуховная сила, это то, что Всевышний, естественно, все все равно создано Творцом мира. Все эти силы, все абсолютно создано, ничего, никакой автономии нет, ничего абсолютно. И эти казни, они должны были показать это все. В наше время околодуховные вот эти силы, это зацикленность человека на тоже псевдодуховных ценностях, таких как эзотерика, таких как психология, таких как философия и так далее. То есть эти науки или псевдонауки, псевдознания, оторванные абсолютно, от понимания единства Творца, от понимания целостности Творца наносят непоправимый вред человеку. Потому что человек начинает видеть то, что говорят эти науки, знания, концепции и так далее, он начинает видеть в них абсолютную истину. Самый пример, который здесь мы можем с вами привести, известный и популярный, это Советский Союз. Все началось с идеи французской революции, равенства, братства и так далее, а закончилось, чем мы с вами знаем. Кстати, знаменитый Новый Год именно возник по указке Сталина, директивой даже его можно сказать, в 37-м году. Не знаю, это 35-й или 37-й. Так что, конечно, это все стерлось, ассоциации у людей другие, теплые праздники, тогда не будем сейчас входить в эту тему, потому что войдем далеко. Но суть остается той, что для того, чтобы людям дать подачку вот такой вот теплой душевной обстановки, праздника и все остальное, этот диктатор, он создал вот эту иллюзию, и посмотрите, как эта иллюзия, она надолго сохранилась в сердцах евреев, к сожалению. Для того, чтобы мы с вами немножко, так сказать, раскрепостились, наши мудрецы, очень многие, они начинали урок Тора с какой-то смешной истории, чтобы было легче изучать. Так раз мы уже затронули эту тему, и находимся мы в точке 1 января 2019 года по нееврейскому календарю. Можно сказать очень быстро анекдот. Когда два по соседству живущих мальчиков в Германии дружили, христианин и еврей, и перед нееврейским Новым годом отец за ухо этого еврейского мальчика притаскивает в его семью с разрождением, говорит, что больше они не будут дружить, и не ходите к нам, и все, так сказать, заканчивается. Что случилось? Он говорит, он начал оскорблять символ нашего года, елку, знаете, да, кто-то этот анекдот. Он говорит, а что такого он начал, чем он начал оскорблять? Он говорит, он пришел и начал говорить совершенно нелепые вопросы и оскорблять таким образом. Он начал нас спрашивать, а какой максимальной длины может быть елка? А может ли количество игрушек на елке сделать ее непригодной? А что, если она будет стоять под балконом у соседа, допустимо? На каком расстоянии от окна она должна стоять? То есть какая ассоциация с сукотом? К чему говорит этот анекдот? Он говорит к тому, что любой наш праздник, он просто пронизан духовной сущностью. Любая митцва, которая есть из Торы, она имеет исключительно высокий духовный корень. Как бы нам ни казалось и как бы мы ни говорили в попыхах благословления на какой-нибудь вид еды, допустим, быстро перекусить или быстро благословление после туалета, например, или еще что-нибудь. Но в каждом этом благословлении при присутствии должной степени каваным и задействованы очень исключительно высокие корни. Как доказательство маленькое, единственная браха, в которой есть упоминание о троне Творца, это благословление после туалета. Когда-нибудь задумывались об этом? Кисек Водеха. Больше нет ни одной такой брахи. То есть любое абсолютно действие у нас, оно со смыслом. И поэтому, когда мы встречаемся с чем-то, в чем нет смысла, правильная реакция — это задуматься, а что, собственно, происходит. Что, собственно, происходит. Так вот, мы недаром затронули этот пример с Новым годом. Почему? Потому что мы с вами сказали, что Моше находился в ситуации, когда он пришел к рабам. Евреи были в ситуации рабства. И рабы на том уровне, евреи будучи рабами, они начали говорить, что твои разговоры о бесходе — это просто источник наших бед. То есть у них абсолютно отсутствовало понимание того, что Моше действительно уполномочен Творцом. Он действительно хочет добра. Он действительно добьется этого. То есть отсутствовала вера, отсутствовало понимание, отсутствовало, что целостность шлемут. Отсутствовало это. Почему? Да потому что рабское мировоззрение, и это правило действует и в наши дни, раб, он теряет возможность видеть причинно-следственные связи. Это очень важно понять. В принципе, то, что мы с вами разберем с Божьей помощью сегодня на уроке, вы сможете применять для помощи любому человеку, потому что мы с вами затронем сущностный инструментарий для определения, в какой точке рабства находится человек в той или иной проблеме. То, что мы с вами постоянно вспоминаем о бесходе из Египта, это же не просто так. Так Всевышний создал наш духовный путь, что преодолевая что-то, мы опять попадаем в некий Египет, который мы должны преодолеть и так без конца. И в этом мы закаляемся, в этом есть наша духовная духовная рост, духовная закалка, духовное окрепление. И поэтому сердце раба, оно забывает о высоком предназначении. Поэтому, когда в следующий раз при каком-то, при каких-то обстоятельствах в сердце наше закроется осуждение того или иного человека за то, что он якобы такие очевидные святые вещи не понимает и не принимает, мы должны с вами вспомнить, что рабу это недоступно. Не имеется, естественно, в виду сейчас, что мы обзываем человека раб или нет, да, но мы должны с вами понимать, что мы все вышли из этого, прошли, и теперь наша обязанность помочь другому человеку, который находится в той или иной точке рабства, тоже пройти этот путь. А вот путь этот как раз, он непрост. Потому что степень погруженности человека в материальное. В Египте это было 49 ступеней, правда ведь? Степень этой погруженности, она абсолютно разная. И до тех пор, пока мы будем давать советы человеку, это то, что делает каждый раввин, это то, что делает каждый врач, психолог, мама, папа по отношению к детям. Так или иначе, мы пытаемся понять, в какой точке зацикленности, узости Митсраема, от слова цар, в какой точке зацикленности находится сейчас мышление моего ребенка, моего мужа, жены и тому подобное, кого угодно. Все это крутится вокруг Митсраема. Понятие Митсраема, оно за ручки держится и очень дружит сильно с понятием Ецерара. И все, что за ним следует. Это Сафек, сомнения. Это Эсав, ценности, броские ценности материального мира, красное, помните, да? Они идут в дружной кампании. Вся вот эта вот концепция, она существует как противоположность святости. Еще мы называем это Ситраха, да? Теперь нам важно с вами до того, как возмущаться или выносить какие-то поверхностные, заносчивые суждения, вообще выносить любые суждения, нам важно с вами быть доктором. Начнем мы с самих себя, естественно. Потому что когда мы сможем помогать с вами другим людям? Мы сможем с вами помогать другим людям тогда, когда мы поможем себе. А не имея опыта помощи себе, мы не сможем помочь другим людям. Потому что мы не сможем показать пример нашего духовного роста. И получается, что мы будем советовать то, что в отношении нас не работает, слова наши не будут проникать в сердце, и мы будем с вами терять время. А это не наша цель. После того, как мы поняли с вами, что нужно понять вот эту точку, возвращаемся к нашей концепции. Мы с вами знаем, что нужно начать с того, что мы внедряем Алиф. Алиф — это целостность, это понимание единства Всевышнего. Обратите внимание, что буква Алиф фактически — это три буквы. Это два Йода и буква Вав. Правильно ведь? Ну, нарисуйте Алиф. Раз, два, три. Видите? Какая гематрия будет? Двадцать шесть. Двадцать шесть. Ют, Кей, Вав, Кей. Посмотрите, как интересно и неожиданно. Самое высокое, самое непостижимое имя, которое мы не можем произнести, мы начинаем с того, человек, который находится... Человек, который находится, может находиться в абсолютном просто в темноте буквально. Буквально какие-то вот светятся совсем какие-то небольшие частички. Так, мы начинаем с того, что в глубине своей мы раскрываем человеку на нашем, конечно, уровне, на котором мы можем, на котором нам позволительно это. Мы раскрываем ему очень глубокое имя Ют, Кей, Вав, Кей. Каким образом? Самый неправильный путь — это сказать такому человеку, ты знаешь все от Всевышнего. Будет очень смешно в его глазах. Очень смешно. Во-первых, он скажет, я знаю, что все от Всевышнего, но его знания и дело — это две разные вещи. Поэтому мы можем говорить, ты знаешь все от Всевышнего, все от Всевышнего, и никакого результата не будет. А какой здесь выход, в принципе? Вот в подобной ситуации какой может быть выход? Обратите внимание, что действительно человек, который заперт в системе материальных ценностей, он будет бояться этого алифа. Он будет его бояться подсознательно, сущностно, потому что он знает, что этот алиф ворвется в его жизнь. Баймэк так и есть. И начнется что-то непонятное и невообразимое. Поэтому не надо никого пугать алифами. А надо начать переживать вместе с этим человеком. Посмотрите, какой неожиданный совет. Начать переживать вместе с этим человеком. Ведь давайте мы с вами, спасибо большое, давайте мы с вами зададим вопрос. Если нам человек такой в жизни попался, Мишамай, Мишамай. Всевышний дает нам невыполнимые задачи. Не дает нам невыполнимые задачи. А. Нам человек послан Творцом. Или ситуация, или много людей. У нас все по-разному. Б. Мы можем справиться в этой ситуации. Что мы можем единственное сделать, что Всевышний не хочет? Поставив свое эго впереди нас, мы можем разрушить эту митсву. И мало того, что потерять, так из-за нашей недальновидности и глупости человек, может быть, и на всю жизнь таки останется в темноте. Или пока не встретит другую такую возможность. Мы потеряем митсву, заслугу, человек потеряет возможность. Нам этого не хочется. Давайте глубже смотреть на вещи. Не просто так нам люди попадаются по дороге. Теперь, какой здесь вопрос? Раз, если уже встретился, и мы заговорили. Давайте мы начнем переживать по поводу этой ситуации. На самом деле, вы же понимаете, что небесам ничего не стоит нашу жизнь привести в идеальное состояние и его жизнь привести в идеальное состояние. Тогда вопрос, а зачем мы нужны? А если он не переживает? А ему не надо переживать. Нам надо переживать. Почему? Потому что мы видим, а он не видит. Понимаете? А в чем это практически воплощается? Когда к Рафштейману пришел директор школы для мальчиков и начал говорить про такого-то, такого-то, что он такой, что он такой, он и так говорил, и так говорил с ним. В конце вот этой речи он говорит, что ты ничего не сделал, чтобы этому ребенку стало лучше. Он опешил. Как я не сделал? Я вот сделал. Говорю, да, но ты сделал механические вещи. А какие сущностные духовные вещи ты делал для этого ребенка? Ты молился за него? Ты читал Тиелим за него, чтобы услышали небеса твою молитву, твои действия и все? Ведь если попадается такой сложный елет или попадается такая сложная ситуация, мы с вами же знаем, чем ниже, чем сложнее ситуация, тем больше в ней потенциал света. В нашем мире это так и работает. Оставим момент там раша, злодея. Не об этом сейчас говорим. Если мы видим сложного, противоречивого человека, это значит в нем просто достаточно глубоко сидит только некий клубок света, сильного, который может выйти наружу. Теперь сделать полную глупость, это начать этому человеку религиозную пропаганду. Во-первых, потому что мы сами, можно сказать, недавно еще с того берега, ну, более-менее, кто-то 5 лет, кто-то 25 лет, кто-то 45 лет, но нам не известно, что там происходит. А там что происходит? Там происходит философия. Какая? Какая философия на том берегу? Во-первых, все в твоих руках. А наша какая философия? Все в руках Всевышнего. Мы говорим, дай нам браху, да, Беколь Масейден, дай нам браху на наши руки, но все в твоих руках на самом деле, да? Вторая какая там философия? Я только за себя, и никто мне не поможет. Везде так, посмотрите. Американская, английская. Да, а это уже наша. А наша какая? Если я только за себя, то кто я, правильно ведь? Да. И какая... Если я не за себя, то кто же меня? Правильно. И третья какая там философия работает? Ну, давайте смелее. Неужели мы не знаем, что там происходит? Нам надо знать, что там происходит. Ничего не будет. Ага. Жизнь короткая, абсолютно верно. Жизнь короткая, и нужно... А надо все. И нужно, да, все. И нужно хотя бы взять часть удовольствия от этого всего. Теперь, когда есть такое мировоззрение, которое ограничено исключительно верой в человека. Человек может все построить. Это же неизвестно, да? Откуда он... Пожалуйста. В чем такой человек живет? В муках. В муках. На самом деле, он может жить и на острове, может быть очень хорошо, но он живет в муках. В худшем случае, это муки постоянной беготни за деньгами. А в лучшем случае, это муки из изобилия денег. И то, и то, и то товар. Как мучение будет. Мы, кстати, об этом сейчас еще без рада шем блинедер. Почитаем. Что Всевышний говорит здесь? О чем нам это говорит? Что-то напоминает 92 часа? Человек, который живет в материальном мировоззрении, гоняясь постоянно за этим долларом, гоняясь постоянно за материальными ценностями, за легкими ценностями восприятия. Правильно ведь? Ведь концерты, цирки, дискотеки и все, в чем их опасность и главное зло, это именно в том, что они задействуют, не задействуют, а основаны на философии легкости восприятия жизни. Никакой духовности, материя, материя и только материя. Это так, чтобы немножко, так сказать, адреналинчик, да, был? А что такое адреналинчик? Адреналинчик это что? За что он отвечает? Страх. А ну-ка давайте напишем корень страх. Какая гематрия? Ну, камон. 90, да. 90, да. Как вам? Обратите внимание, что каждый шаббат, мы читаем какой-то псалом? 92. 92. Почему? Потому что мы выходим как бы за рамки своего, мы же все равно мы люди, мы телесные, мы ограничены на той или иной точке, каждый из нас мы в Митсрае. То есть быть в Митсрае в хорошем смысле это нормально, если что, если ты работаешь над тем, чтобы принести понимание целостности в Творца, в твою жизнь. Тогда пребывание в Митсрае законно и желанно всевышним. В том, что благодаря Митсрае мы из него выходим и достигаем новых высот в той или иной степени. То есть когда Митсраем в рамках духовного борьбы, духовного процесса, это нормально и то, как создан мир. Когда Митсраем в этой стороне, это ненормально. Мы сейчас с вами говорим о виртуальной интеракции двух людей. Человека, который с Творцом и человек, который временно его не знает. Что сказал Паро, да? Я не знаю, кто это такой всевышний, правильно? И мы с вами увидели одну интересную очень вещь, что страх является порождением материального блага. Боясь потерять, украдут машину, сгорит квартира или что там, не знаю, какие еще деньги пропадут. То, посмотрите, любое материальное благо связано с страхом его потерять. А духовное благо с чем должно быть связано? С страхом его поверен увеличить. Ну, какую эмоцию, какую чувство. С страхом перче выше. Ну, да, это высоко и хорошо. Но на самом деле, любое достижение духовное, что мы испытываем? Радость, симха. Теперь давайте посмотрим быстренько то, что мы знаем, пять уровней души. Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Ехеда. Когда описываемый выход из Египта был, он касался тотального перевоплощения всех вот этих, не перевоплощения, а переосмысления, я думаю, достаточно этих двух слов, всех пяти уровней души. Уровень нефеш отвечает за то, чтобы мы в физическом смысле шли в правильную сторону. Уровень Руах отвечает, чтобы мы в правильном смысле думали и говорили тоже вещи правильные, с эмоциями говорили, да? Нешама — интеллект. Вот дальше начинаются интересные вещи. Хая отвечает за правильный настрой, кавану. А вот Ехеда — самая высокая и с нашей точки зрения повседневная. Буквально, можно сказать, мы не настолько о ней говорим, не настолько разбираем эту часть, этот этаж души, потому что она действительно очень высока. Но что эта часть души делает? Она способствует восприятию целостности Всевышнего. Каким образом? Симха. Симха, её источник, находится на самом верхнем этаже души. Посмотрите, как интересно. Получается, что духовное благо, если мы нарисуем вот таким вот образом, духовное благо прежде всего изначально, да? Человек радуется, он сделал что-то хорошее. Оно задействуется вот таким вот образом. А материальное благо вот таким вот образом. То есть сверху вниз. Причём, как мы понимаем с вами, что руах заботится, будучи в страхе, заботится о том, чтобы не потерять. И нишама, в свою очередь, она задействована полностью, чтобы продумать, как бы это не потерять. Правильно ведь? Человек в проблеме. Любой человек, который в страхе, он в проблеме. Теперь у нас с вами есть, получается, две категории, которые присущи рабу. Это непосредственное ассоциирование себя с материальными вещами. То есть если у тебя машина такая, значит, ты такой в жизни. Или квартира такая, правильно ведь? Или денег-то столько-то и так далее. Или достижения такие-то, позиция на работе, кто угодно. Значит, ты такой в жизни. Всё. То есть ни больше, ни меньше. И второе, что? Это страх, это всё потерять. Статус. Это философия раба. Поэтому, как мы с вами возвращаемся к тому, а что же нам с вами делать, когда Всевышний нас ставит, либо нас ставит в подобные ситуации, либо мы видим ситуацию, которая нам послана, люди, которые нам посланы и так далее. Что же нам делать? Мы с вами сказали, что тот минимум, который мы с вами можем сделать, это что? Молиться. Небесам нужно переживание, чтобы кто-то начал переживать по этой ситуации. Кто из нас утром вставая грустит о том, что машина ещё не пришёл? О, вот садика. Но на самом деле, посмотрите, ведь вы же в абсолютном меньшинстве. Почему? Потому что мы ответственны за разного рода материальные процессы, и разные люди вокруг нас дёргают. Внимание наше выдёргивают, концентрацию выдёргивают. Мы всегда должны с вами помнить, что мы ставим в центре нашей жизни. Это очень важно. Почему? Потому что, образно говоря, страдая за то, что шхина ещё в изгнании, и Машех ещё не пришёл, мы можем изменить весь наш день того, что часть наших проблем решится сама по себе. Не спрашивайте меня, как это работает. Небесам нужно, чтобы мы переживали. За человека переживали. Не осуждали. Нет, нет, выносили осуждение. Так, он так подступил, потому что один, два и три. Молодец, сделал анализ, и дальше что? Ему что, легче от этого стало? Переживание ведёт к чему? К состраданию. И когда небеса видят, что два еврея сострадают друг другу, происходит очень-очень важная работа. Работа по высвобождению хасадим. Мы знаем, как переводится гмелут хасадим. Отлично, в простом смысле. В более глубоком смысле хасадим – это скрытый свет в очень высоких духовных мирах, который по разным-разным-разным причинам запутался, в какой-то мере запутался. Нельзя сказать, что он запутался, но его надо, в общем, to crack на английском, раскрыть, способствовать тому, чтобы он излился в этот мир. Если два еврея проходят мимо друг друга и не улыбаются, суды над этими хасадим, они увеличиваются, они сжимаются ещё больше. И получается, что оба этих человека потеряли. Оба. Ведь что такое улыбка? Сказать шалом. Это секунда. Наша зацикленность на своём «я», наша зацикленность на своей проблеме, она ведёт к тому, какой там шалом. Прошёл и лоих патли, то что называется. Эта проблема очень большая, особенно нашего поколения. Но не только. И история с учениками Раби Акива. И первая сверхкатастрофа до создания мира, когда свет получали некие сосуды, которые просто лопнули, разорвались, из-за того, что хотели получать только для себя. Всё, 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 всё. Вот это — это одна цепочка. Получить только для себя. И теперь посмотрите, насколько всё наоборот красиво получается. Что когда мы лишь переживаем, задействуем... Переживание что задействует? Откуда идёт переживание, источник переживания? Я немного вопросов задаю. Может, вы привыкли, чтобы более повествовать? А глубже давайте думать. Почему мы переживаем? Что мы хотим получить в результате переживания? Есть люди, которые... Отлично. Что это лучшее? Что это лучшее? Переживание есть тоска по счастью, по радости, понимаете? Это надо помнить. Что мы переживаем не для того, чтобы мы хотим решить... А что такое решить проблему? Мы хотим, чтобы этот человек радовался. Отсюда вот это вот... Ну, давай, улыбнись, давай сделаем то, давай сделаем это. То есть, внутри нас вот есть вот это глубокое, высокое очень чувство того, что наша ехида, она тоже в какой-то степени, она страдает из-за того, что мы видим нецелостную ситуацию. Ведь любые царот, которые приходят человеку в жизнь, они проблематичны. Всевышний не хочет, чтобы мы страдали. Но так или иначе, зачастую, вообще-то всегда, не зачастую, человек сам себя ставит в ситуацию зависимости от чужого. И дальше можно вот такой список сделать. Мнение человека, зарплаты, зависть там и так далее, мировоззрение, все чужое. Как чужое наявите? Весь целый трактат Авода-Зара посвящен именно тому, насколько человек может прилепиться и те или иные элементы, те или иные, давайте так скажем, грани, которые можно считать Авода-Зара. Ведь это же совершенно не только поклонение каким-то там это. Там целый список из этого всего. Посмотрите, как работает Ситраха, как работает все вот это воинство Эсава, Египта и все, что с этим связано. Потрясающе. Теперь, а нам что надо сделать по этому поводу? Начать с того, что ни в коем случае не говорит, я ничего не могу сделать. Переживать. Молиться. Переживать и молиться. В той мере, насколько мы можем. Посадок? Пройдем дальше. Кстати, наша глава доказывает эту мысль. Ведь она является ответом на что? Она является ответом на то, что Моше в предыдущей главе он переживал и молился, и Всевышний ему раскрывает имя Юткей Вавкей, которое мы с вами сказали. На самом деле, числовое значение в некотором смысле этого имени это в букве Алиф есть, если мы ее как бы разберем на три буквы. Буковка Вав. Мы, кстати, разбираем только слово Ор. Мы еще даже не прошли никуда. Может быть, без Раташем, если мы что-то не успеем сказать, и в следующий раз, когда для Авдиля от всех болезней, когда Рав Грилиус будет, допустим, в какой-то командировке, мы Блинедр Безрата Шем еще вторую часть тоже расскажем. Потому что нам важно понять, очень важно понять с вами концепцию света. Чрезвычайно важно. Мы все слышим свет, вот свет там, свет здесь, свет это самое. Но нам нужно понять на практике, а что нам делать с этим светом? А как нам этот свет передать другому человеку? А как нам не потерять свой свет, спустившись до другого человека? Здесь есть масса нюансов, и каждый из нас, не удивляйтесь этому выражению, каждый из нас по-своему раввин, потому что всегда, слышите, всегда есть рядом с нами человек, которому хуже, чем нам, и который ниже по духовному уровню, чем мы. И категорически Всевышний не хочет и ждет этой ситуации, когда мы раскроемся в айра и начнем помогать другому. Это очень важно. Особенно важно для женщин, для мужчин тоже, но мужчина должен строить на Торе плюс Милут Хасадим. У женщин наоборот, Милут Хасадим плюс Тору. Это Тори плюс Мецвод. Да, да, плюс Мецвод и все, что с этим связано. Буква ВАФ. Что символизирует буква ВАФ? Числовое значение ее шесть. Буква ВАФ, она символизирует план реализации в материальном мире духовных вещей. Именно поэтому Всевышний в той фразе, которую он говорит Моше, он предлагает ему план. Но план невозможно осуществить без подготовки. Даже если у нас есть идеальный проект дома, но мы не подготовили почву, ничего из этого не выйдет. Даже если у нас есть идеальный план помощи другому человеку, но мы не подготовили этого человека эту помощь получить, мы только все испортим. Мы все испортим. Что мы здесь имеем в виду? Для того, чтобы стать на путь понимания сути устройства мира, понимания Всевышнего, для того, чтобы стать просто на путь, тропинку здесь нащупать, маленькую тропинку, чтобы отсюда уже выйти, просто для этого нужно душу подготовить. А как ее подготовить? Идея простая. Просто принять идею, что все от Всевышнего. А мы же только что говорили, что бывают действительно случаи, когда это невозможно. Что здесь делать в этой ситуации? Прежде всего, понять, что мы с вами уже сказали, некие такие предварительные рецепты, это молитва за людей близких, за которых мы переживаем. Не близких, а все нам близкие в этом смысле евреи. Молиться и переживать. Но что еще самое главное? А насколько мы сами с вами являемся носителем идеи, что все от Всевышнего? Ведь если мы с вами являемся полноправными носителями этой идеи, то на ближайшую ситуацию, когда обычно мы бы разгневались, мы должны принять ее со спокойным сердцем. То есть, смотрите, как оно работает. Это принцип коаним я называю. Коэны, они, у них есть врожденное такое качество между людьми устанавливать мир. Самое главное, почему? Потому что коэн, он, когда любой среднестатистический человек увидит и разозлится на ситуацию, он увидит и попытается помирить эту ситуацию. То есть, первоначальное, самое первое, что определяет нашу жизненную позицию, это махшава. Мысль. Поэтому, если мы с вами сами себя привели в порядок, что мы натренировали себя, не злиться в ситуациях, в которых мы обычно злились, не поступать неправильно, а поступать правильно, а это еще ого-го, какая работа, тогда зеркально мы сможем показать пример другому человеку и со временем он тоже изменится. А если этого не будет, то на сердце не ляжет ничего. И даже молитва мало поможет. Первое, мы помогаем самому себе и тогда мы уже потом влияем на других людей. Вы скажете, а если наоборот? Иногда работает так, что помогая другому, помогаешь себе сам в более простых вещах. В сущностных вещах мы обязаны сначала, проводя работу над собой, параллельно пробовать и другим, конечно, помогать вот в таких вопросах, о которых мы сейчас говорим, видоизменяя себя, приближая себя к правильным вещам. Но если мы этого не будем делать, тогда мы включим эго. Что наше эго говорит? Эго наше хочет быть оракулом, другому, так сказать, указать дорогу, правильное направление, посидеть, вот такой вот, так сказать, раздуться. А ведь это легко. Мы много почитали, знаем, как правильно делать. Что тяжело? Тяжело обуздать себя. Обуздывая себя, мы генерируем браху обуздывать других. Можно ребенка сколько угодно учить быть терпеливым и умным, но если он видит, что папа или мама кричат на него постоянно бесполезно. Это пример простой, но абсолютно понятный. Поэтому буква ВА в данном случае это план выхода из Египта. Сейчас мы быстренько тоже, насколько из времени, пройдемся по этому плану. Это реализация чего и в чем? Реализация буква ВА вы имеете в виду? Реализация буква ВА это реализация плана, наверное, в данном случае. Материального? Вот, а сейчас я доскажу. Плана выхода в смысле нашей недельной главы поэтапного внутреннего освобождения от царот, от узости. Это всего. Понимаете? Поэтапное внутреннее освобождение в смысле нашей недельной главы от узости мировоззренческого характера, от идолопоклонства. И сейчас мы посмотрим, чего именно. На этапе первом, что говорит Всевышний? Он говорит, что я выведу тебя из-под гнета. То есть, конечно же, не имеется в виду гнет только физический, а имеется в виду прежде всего гнет вот этого. Духовно. Не совсем менталитета, мировоззрения Митсааэма. И здесь вообще о духовности говорить тяжело. Духовность, наша задача в этой ситуации привести скрытый урод, скрытый потенциал света с этой стороны на светлую сторону. Вот чем, 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 в чем смысл выхода из Египта каждый день, каждый год, каждую секунду. Это перетянуть из Эго в нужную сторону. Поэтому нужно отметить здесь, что менталитет Митсраэма он очень изощрен. Очень изощрен. понимаете, когда человек испытывает Всевышний начинает испытывать материально, базовыми вещами, надо то оплатить, надо это оплатить, и все. Внутри у него начинает расти оправдание, что Всевышний, я вот сейчас оставлю Тору, пойду подзаработаю, потом вернусь. в 100% не работает. Не оставлю Тору совсем, но человек учил Тору, часть работал, давайте так образно будем говорить, хватало впритык. И вот человек находит себе оправдание, сколько так можно жить, это же Митсраем настоящий, я сейчас подзаработаю. В 100% случаях вот это присоединение к желанию быстро, так сказать, решить свои материальные проблемы заканчивается печально. А почему печально, мы, мне кажется, говорили на прошлом уроке. Врошешь она, определено, сколько ты получишь. Определено. ты получишь их таким образом или таким образом. Ты получишь их вовремя, если все идет хорошо, естественно. Если идет не очень хорошо, ошибки, грехи, получишь не вовремя. Но в основном получишь вовремя. Теперь, какой смысл куда-то бежать? Вы скажете, ну хорошо, допустим, человек вместо того, чтобы выплачивать квартиру 30 лет, он будет, он выплатит ее за 5 лет. А ну-ка, давайте на секундочку, как будто мы не здесь живем и не знаем, что такое дорогая квартира и мошканта. К чему это приведет? Это приведет к тому, что он скажет, ага, а сейчас, если заработаю на вторую, то у меня будет стабильный источник дохода. Заработав на вторую, а у него уже сын подрос, дочь, неважно. Скажет, нужна третья. Нескончаемый поток проблем. Будет только увеличиваться. Теперь посмотрите, что самое интересное происходит в результате. Буквально одну минутку отвлечемся. Я наблюдал это на истории одного человека. Это не рецепт, это не является руководством к действию. Такой полный дисклеймер, да? Но посмотрите, вот экономически, как вот интересно, изощренно думает. Создана концепция Мицраима, концепция того, что я сейчас быстро решу. Что такое быстро решу? Быстро решу, это эсав. пойти на охоту, пристрелить, покушать. А наша концепция, опять же, проще, просто объясняю фигурально. Наша концепция, мы не можем убить быстро. Даже вот мы видим оленя, ничего не получится. Мы пойдем, посмотрим, где он живет, как у него образ жизни, клеточку поставим, будем ждать, прикрывшись кустиком. Так вот еврейские охотники так ловили. Пока этот олень зайдет, ну, Беседов, если зайдет, то большой, а может быть, еще с ним кто-то зайдет, да? Но ждать надо долго. Вот это слово, оно имеет в себе намек, оно имеет в себе намек на то, что быстро приходит, оно оборачивается бедствием. Там вот есть другая тоже формула этого всего, называется, что не может человек выдержать в два раза больше, чем у него есть. Слышали вы, Так создан, так создан человек. Не может выдержать этого, что значит, не то, что он, что-то случится с ним, но эти заработок, он уйдет не в то место. Два человека, один остался в Израиле в 2000-х годах, один уехал в Америку зарабатывать на квартиру. Его цель какая была? Я заработаю, буду сидеть дома, буду учить Тору, без гатащем стану духовным человеком, все будет хорошо, и там буду учить, конечно, но сейчас я вот еду за заработок. Ну, Мазальтов. Теперь, какая-то менеджерская должность, не очень важно это все. У него получилось откладывать, получалось откладывать в год примерно чистыми, кажется, мы же понимаем, это еще Хафетсхайм в книге Шем-у-Лам написал, что то, что нам кажется, что за океаном сейчас будут аплодировать, совсем не так. То есть, пока ты освоишься в этом месте, пока ты уже поймешь, что где, тебе тоже надо вкладывать деньги и так далее и тому подобное. В общем, в совокупности, Бесаха Коль, получалось, что у него там получалось там где-то 30 тысяч долларов откладывать в год на квартиру. Откладывается 30 тысяч долларов в год, да. Он работал, жена работала, 30 тысяч долларов у него получалось откладывать. Бекитцев, нет времени особо, он скопил на эту квартиру за 15 лет. Почему? Где-то 30, где-то было 25, неважно, как бы в среднем 30. Потому что с 2000 до 2015 квартиры постоянно росли. Он говорит, я не понимаю, я вроде зарабатываю, зарабатываю, а они растут и растут и растут. Все-таки он приехал и докупил эту квартиру. И что? За два года до этого тот, кто остался здесь, уже ее выкупил. Почему? Вы знаете, тогда был этап, когда можно было на каком-то моменте с кем-то там сдружиться и так далее. Мы же тоже не сидим на месте, двигаемся. Можно было взять вторую, третью, где-то сдать, где-то то, где-то это. И у него уже на выкуп уже шла вторая квартира. Этот человек учил Тору большую часть времени, остальное время там подрабатывал, подрабатывал, не работал. Теперь, это рецепт нет. А что? Здесь вопрос в чем? Как работает вот этот вот механизм того, чтобы еврея отлепить этот результат один в один? просто этот, этот, конечно же, не видел, так сказать, чистые деньги на своем банковском счету. Понимаете? Он, извините, в тритык жил, подал жил постоянно, там, там. Вдруг какой-то издомнут, сделали что-то новенькое там и так далее. Опять же, не рецепт и ничего, но мы должны понимать, как оно работает. Теперь в чем вопрос? Этап первый вывести из гнета, из-под гнета, это показать, это первый этап выхода из Митсраина, это показать, что все вот эти ментальные установки ложные. То есть, сущностная ориентация на ментальные установки, на мировоззренческие установки Египта, она приведет к темноте, к мраку, к хошах. Это первый этап, что Всевышний нам обещает. Условия для этого, скажем, в конце. Второй этап. Я тебя спасу от работы, дословно, которая тебе навязана, которую ты делаешь на египтян. То есть, Талмуд нам здесь говорит, а вода заран. То есть, мало того, что ты, как бы, не как бы, а ты, я тебя спасу от того, что я тебе покажу, что это неправильно, ты внутри поймешь, что это неправильно, быть только прилепленным к этому. Я тебе создам ситуацию, когда ты выйдешь из этого общества. Понимаете, насколько важно, что если ты помогаешь человеку, чтобы ты обеспечил, чтобы хотя бы часть времени он с тобой общался. Потому что он все поймет, скажет, Бау Хашем, все хорошо, я понимаю, вот сейчас Чуву сделаю, а потом он вернется к своим друзьям. И мы опять же не говорим, что кто-то плохой или хороший, мы говорим о том, что для того, чтобы одного человека изменив, мы изменим мир, изменим мир. Одного. Этого достаточно для нас, слабых, средненьких. Так вот, нам нужно понимать, что потом, вот уже совещаясь с Равом, или по отношению к себе даже, мы должны знать, что Всевышний, благодаря упованию на Него, сделает так, что мы или в другой район сможем переселиться, пошлет он нам новых людей, новые уроки Торы и так далее. Это обязательно будет. Первое, на уровне ментальном, второе, на уровне физическом выйти из этого. А третий этап, что пишет Тора, это я освобожу вас. Освобожу вас. В оригинале какой глагол? Нахон. Геула. Геула, она как раз предполагает свет, с чего мы начали с вами. Геула. Но только здесь мы говорим о Ваав, только что говорили о плане, а Геула это уже Рейш. Куда Рейш смотрит? В реализацию. Давайте начнем что-то делать. Мы не можем, продумав все хорошо, с хорошей каваной, сделав хороший план, мы не можем, чтобы все осталось на бумаге. Нам надо пойти и делать это. И по отношению к себе точно так же. В первую очередь по отношению к себе. Так вот, готовность увидеть свет и умение его увидеть, это геула. И для этого, уже на этом этапе у нас, или по отношению к человеку, мы должны работать над качеством леавдиль. Отделять о хошах, отделять от свет, тьму от света, отделять святое от буднища. Именно, вы посмотрите, суть Авдалы, насколько мудрость большая. Шаббат, вот холи. Сущностная черта каждого еврея, умение отделять. Это здесь, это здесь все. Сущностная черта. То есть, геула, это способность четко различать ее от всех других мировоззрений. Еще пару минуток, буквально. Заметим, что, посмотрите, какая вещь. Для того, чтобы дойти до этого наиважнейшего умения, абсолютно необходимо пройти первые два этапа, о которых мы с вами говорили. И в Торе сказано, что тогда открыто, рукою простертой, я тебя и казнями, да, три элемента, я тебя вытащу, я тебя освобожу, будет геула. То есть, будет очевидно для всех. Вопрос самый главный, который мы должны, наверное, понять за этот за это время с вами. Почему сразу человек, почему сразу Всевышний не может показать человеку свою мощь? Ну, вот сразу возникла проблема, Всевышний явил свою мощь, все ахнули и изменились. В чем здесь ошибка в рассуждении? Отлично. Потому что из-за страданий, мук, поисков и всего остального которые свойственны первым двум этапам, о котором мы с вами говорили, да, у человека рождается личное, интуитивное ощущение света и тьмы. Личное, ничем его не заменишь. А что дальше? Из этого рождается духовная генетическая память. Из-за этого мы вспоминаем зехр, лицеят, митсраем, каждую молитву и каждый Песох. Вот где суть. То есть оказывается вот это оно формулирует спасение, то есть уже будучи в болоте. Вспомните семечко. Семечко не прорастет до тех пор, пока оно не сгниет полностью. И четвертый этап какой здесь? Павловская сада. И четвертый этап, что Всевышний говорит, я возьму вас своим народом. То есть цель стать евреем. Остаться евреем. Не просто выйти из Египта и сказать наконец-то все хорошо. Сейчас только все начинается. А вот сейчас ты должен уже генерировать свет и в самой вот этой генерации проходить этапы Египта. Что это значит? Преодолевать препятствия. Бороться с Яцерара. И что эти четыре этапа символизирует? Четыре бокала в Песах. Четыре бокала в Песах. И затем, естественно, мы должны после исхода получить Тору, прийти в землю Израиля. Сейчас нет уже времени в этом говорить. Выводы мы им подведем. Паро фараон внутри нас стремится сеять сомнения и препятствия на пути Гюли. Внутри нас есть этот Паро, который сопротивляется чему? Преодолеть себя. Извиниться не могу. Не разгневаться и так далее. То есть Лейд Габер преодолеть себя Паро мешает. Что он говорит? Я не знаю. Я же тоже человек. Мне же надо уважать. Вот это Паро. Паро это гордыня. Гуся вспоминаем. Паро это гордыня, которая не дает свету проникнуть. А Муше полная противоположность. Скромность и она вам. Взяли на тебя накричали. Что-то видимо не так сделать. Спасибо. Что говорит Каббала? В этот момент если на тебя не заслуженно накричали, но ты вот свое я принизил себя, ты заслуги того человека еще получил. Скажите чисто с экономической точки зрения. Разве не выгодно? Выгодно. это это как шутка немножко. Поэтому давайте помнить вот этот принцип Аральс Фатайм, о котором мы так и не дошли. Недостаток, который обернется достоинством. Наши внутренние недостатки, которые мы над собой работая преодолеваем, они потом преодолев их в достоинство превратив, они превратятся в магнит, который привлечет митцвод по отношению к другим людям. Мы с вами обязаны, должны помнить, что нужно протянуть руку и желающих, не то, что желающих, нуждающихся в этом, очень много, которые не на таких уроках, которые вот в такой проблеме, которых надо тащить из эгипта, но в первую очередь себя вытащи, покажи, прочувствуй это, насколько себя побороть тяжело. Параллельно, конечно, что помогать людям. Это основа нашей геологии, особенно, кстати, по отношению именно благодаря женщинам придет вот это понимание и у мужчин, и у всех остальных, насколько важно консолидация и помощь друг другу. Не представляете, насколько это важная тема. Может быть, звучит она немножко просто. Критически важная тема, потому что помните, что очень, на самом деле же, простая вещь, если ничего не можешь сделать, хотя бы переживай за эту ситуацию, хотя бы болей за нее. Небеса этого ждут. И с этого все начинается. Саббат Салам. 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 Салам.